В данном случае, при нормальном коннекте, когда у вас нету вот этих вот точек диссонансов вашего естества и прилегания к бессознательным, в этом случае у вас получается, что вы становитесь тем административным ресурсом, когда коллективный бессознательный вас считает своей частью. И вы чётко следуете его инструкциям. Есть у этого состояние, когда через вас делегируется сила, людей, через которые прокатывается сила, на самом деле немного. Свой уровень силы есть у каждого человека. Ваш ребёнок может быть вашим резонатором, и это может быть та сила, которая пришла к вам в жизнь для того, чтобы вас направить на путь. Но это в маленьком пределе. Вот когда идёт глобально, когда речь идёт о больших общностях людей, и человека наделяет вот этой силой, коллективной и бессознательной, вот эти люди, вот среди тренеров я встречала два человека всего реально, за всё время, сколько я работала, лишь два человека обладали реальной вот этой вот силой, когда они находились в гармонии с бессознательным. Но тот, кто находится в гармонии с бессознательным и управляет косяком рыб, инструктор над ними, административный ресурс над ними, он же входит в противоречие с рыбой. Понимаете, он воспринимается негативно. Почему? Блин, просто слов не хватает, я не знаю, как это описывать, я просто образы вам буду закидывать, чтобы понимали, о чём говорю. Вот есть стакан, в стакане есть мусор, а здесь чистая вода, она отстоялась. Но это же грязь, и Вселенная это воспринимает как дисгармонию. Эта грязь, её надо вымыть из стакана. А как вымыть грязь из стакана? Воду надо профильтровать. Как профильтровать воду? Для этого эту воду надо сперва размешать и поднять эту муть. И в таком случае запускается вот этот человек силы, который поднимает вот эту муть в стакане. И этого человека, как правило, люди не любят, боятся. Вообще первое, когда проявляется человек силы в твоей жизни, вы можете заметить, руководители крупных предприятий, там где-то с большими массами, вот он ещё не зашёл в кабинет, но его поле уже зашло, его сила уже зашла, да, то есть зашло. Получается, что вот эта сила, она как бы, она баламутит пространство, баламутит людей ещё до того, как появилось физическое тело. Вот те, кто работает с большими массами людей, у них вот это очень чётко проявлено, да, у них это чётко проявлено, и это можно наблюдать. Но этих людей, как правило, боятся, не всегда уважают, иногда уважают, но боятся однозначно, потому что силы все боятся. Почему? Потому что индивидуальное вот это вот сознание человека, оно, у него есть своя зона комфорта, и когда его кто-то баламутит, ему дискомфортно, ему надо выйти за рамки комфорта. А за рамками комфорта страшно. Первая эмоция, которая проявляется, страх. И получается, что вот как только появляется человек силы в жизни, первая реакция на него страшна. А когда с ним начинаешь общаться, с ним очень комфортно, потому что этот человек, который тебя сбаламутил, процедил, да, помог осознать часть программы, выкинуть вот этот вот навоз, да, который был, и тебе значительно легче живётся после этого. Если вот брать по тренерам, в моей жизни было два тренера, таких, которые баламутили крайне по-жёсткому. Вот причём оба они даже не осознавали вот этих вот полномочий, просто они в какой-то момент в своей жизни выстроили эту гармонию, да, где достаточная самость и достаточное взаимодействие с коллективным бессознателем. И это действительно гармонично, когда этот произошёл нормальный, без точек напряжения. И после этого они очень нормально отрабатывают на коллективное бессознательное, фильтруют людей, поднимают вот эту вот муть в стакане, помогают потом слить, профильтровать, и нормально. И пространство меняется. Дело в том, что вот эта вот опция, она сама по себе, смотрите, когда вы начинаете выполнять волю бессознательную, вы как бы теряете свою волю. Палка всегда о двух концах. Есть плюс, есть минус, да. Ты получаешь бонус, ты не страдаешь, у тебя всё гармонично, у тебя всё есть. Но при этом люди начинают тебя бояться, ты баламутишь общество, и ты удораживаешь зачастую не самое лучшее качество в людях. Как это сочетается? Ты вроде бы свободен выбирать, но ты не выбираешь, ты отрабатываешь. И вот эти вот точки компромисса, они всегда очень чётко, гибко надо их отслеживать и вести. Если уже случился вот этот коннект, и ты пошёл по этому пути, это определённый этап духовного развития, и это определённая широта, восприятие человека. Дело в том, что если уже такое случилось, и вы начали этим заниматься, то дальше вы просто только в себе можете отследить точку комфорта. И согласно этой точке комфорта следовать. Если точка комфорта нарушается, и вам становится дискомфортно, вам надо подвинуться, уступить, в таком случае возникнет напряжение, и вас выкинет.